Всем привет! Способы мошенничества, о которых я расскажу вам сегодня, которые присутствуют на сервисах знакомств, они вечно зеленые. Ну или те, которые работают безотказно уже много лет. А последний из них, направленный на мужчин, он уже существует, скорее всего, даже больше 10 лет. Но, правда, мошенники постарались и немножко проапгрейдили его, усовершенствовали. Потому что раньше можно было всего лишь на 3-4 тысячи обмануть человека, а сейчас уже цифры доходят до 26 тысяч. И именно такую историю мы с вами рассмотрим конкретного человека. И я решил разделить видео на две части, рассказать две самые распространенные, которые будут всегда актуальны в схеме мошенничества, направленные на женщин. И две, которые будут также всегда актуальны, направленные на мужчин. И то, что уже достало всех, наверное, девушек, зарегистрированных на сервисах знакомств, это, знаете, такие криптомагнаты, можно сказать, или инвесторы. Что за схема такая? Значит, женщина знакомится с мужчиной. Как правило, ну, как всегда это происходит с различными пикаперами, женатиками и вот мошенниками, происходит такое легкое общение. Абсолютно непринужденное, никакой, знаете, конкретики, четкости, просто хихоньки-да-хахоньки, какие-то мемы, картиночки и все остальное. Мужчина, как правило, демонстрирует, что он очень обеспеченный, что у него в жизни все прекрасно. Но одно самое главное отличие в этой схеме, ну, как, собственно, и у некоторых других, он сейчас находится не в том городе, где, собственно, находятся дамы его сердца, да, где они познакомились. И он говорит, что он просто уехал в командировку. На самом деле, например, он живет там в Екатеринбурге, либо в Москве, где они познакомились. Но в данный момент он в Сочи, ведь у него здесь квартира с прекрасным видом на море. А может быть, он находится и вовсе где-то в заграничной командировке, либо в каком-то еще бизнес-путешествии. И вот-вот скоро они непременно увидятся. И периодически мужчина начинает хвастаться тем, что у него есть. Это такая, знаете, воронка продажа своеобразная, где все направлено на то, чтобы жертва задала вопрос. Слушай, а как тебе удается вот обладать такими богатствами, быть таким успешным? Именно этого вопроса и ждет мошенник, чтобы уже перейти ко второму этапу, главному этапу. И здесь уже применяется в зависимости от популярности в текущий момент или в какой-то период времени разные схемы. Например, сейчас актуальна схема, где они говорят, ты знаешь, я криптоинвестор. Криптоинвестор. Либо я вот покупаю, либо там продаю, либо инвестирую в криптовалюту. И, ну, как правило, уже до этого выстроено достаточно такое доверительное, хоть и на расстоянии общения с жертвой. Девушка начинает спрашивать, слушай, ну, предполагается, да, что, блин, это так интересно, а может быть ты расскажешь поподробнее. Здесь происходит следующее, да, следующее погружение вот в эту вот воронку. И, собственно, ей начинают рассказывать о том, как это просто стать тоже криптоинвестором, зарабатывать очень много денег. Ну, и в конце концов предлагается, слушай, а может быть ты тоже хочешь? Может быть ты тоже хочешь жить так же прекрасно, как и я? Так давай, присоединяйся, становись тоже инвестором, вкладывай свои денежки, кроме заработанной, можно кредит даже взять. Кто-то идет до конца, ну, таких, конечно, меньшинство, но все-таки самое обидное здесь, это потеря огромного количества времени. Надежды, которые, вот, представляете, девушка отказала, там, не знаю, 20 нормальных мужчин, мужчин, которые не строят о себе миллионеров, либо еще что-то, которые находятся вроде бы рядом, вот, съездит на свидание. И, возможно, это твой избранный. А она вот выбирает такого принца на белом коне, который находится еще и в другом городе, и теряет просто время зря. И потом, кстати, тоже формируются завышенные ожидания. То есть, просто даже из подобного общения, вот этой визуализации, нам меньше уже соглашаться какое-то время ей и не захочется. Второй способ мошенничества, он существует, ну, наверное, я даже не знаю, сколько он существует. Он, наверное, существует столько же, сколько существует древняя профессия, самая древняя профессия. Схема проста. Мужчина, как правило, представляется каким-нибудь силовиком, либо еще какая-то профессия, которая вызывает огромное доверие. Ну, там, не знаю, МЧС, милиционер, ФСБшник, кто угодно, ЦРУшник, вообще, неважно. Ну, или каким-то очень обеспеченным человеком. И, как правило, на начальном этапе очень сильно вкладывается в ухаживание, финансово вкладывается, чтобы продемонстрировать, так скажем, свои серьезность намерений, успешность свою и состоятельность. Естественно, умных женщин, у которых развито критическое мышление и розовые очки давно уже сняты, их это сразу же начинает настораживать. Ну, как бы, что вообще происходит? Чего бы вдруг, вот такое сразу же, знаете, попытка мне угождать и добиваться, да? То есть, ну, мы же понимаем, что это абсолютно разные уровни мужчин, подготовленности, да? То есть, мужчины, которые ищут себе женщину для серьезных отношений, спутницу жизни, помощницу. Вот, и мужчина-подкаблучник, который, главное желание которого это угождать женщине. Ну, это абсолютно разные типажи мужчин. И, естественно, они с настороженностью на это все смотрят и постепенно их сливают. Но те женщины, которые верят в чудеса и верят в то, что мужчина может очень красиво ухаживать, добиваться и все остальное, а потом вдруг каким-то образом он станет лидером в отношениях, ну, вот они на эти лвушки очень хорошо попадаются. И все вроде бы красиво, прекрасно. Кстати, именно эту схему реализовал самый известный на сегодняшний день мошенник. Леви его, по-моему, там зовут. Аферист из Тиндер. Может быть, даже вы его смотрели. Он же по этой же схеме действует. То есть, еще раз говорю, схема, она очень старая, но она актуальна во все времена. И в какой-то момент происходит так, что развитие какое, да, то есть, либо какие-то проблемы у человека случаются, нужно срочно помочь ему финансово. И финансово помочь нужно, естественно, в гораздо большем объеме, нежели вложился мошенник. Либо взять даже кредит, то есть, использовать кредитную карту. Иногда идут гораздо более долгоиграющие даже схемы. И я даже слышал о такой схеме, когда мошенник действует в паре со своей женой, чтобы вы понимали. Когда женщину постепенно раскручивают на то, чтобы она взяла ипотеку и оформлила ее, ну, с одной стороны, как бы на себя. Даже не ипотеку происходить, а кредит, да, и купила квартиру, которую записала при этом на мошенника. Вот настолько бывает втираются в доверие. Естественно, потом через какое-то время, например, через год или еще что-то, у них отношения складываются не очень, он с ней расходится, а квартиру оставляет себе. Разные схемы есть. Но смысл, и того смысл в том, чтобы войти в доверие жертвы и потом сделать так, чтобы она взяла либо кредит, либо свои накопления отдала мошеннику. Ну, за все нереально красивое нужно расплачиваться, платить какую-то цену. Вот это она и есть. Итого, уважаемые девушки, женщины, если вы увидите что-то очень подозрительно странное, красивое, прекрасное и неожиданное, это вас должно очень сильно настораживать. Всякие словечки типа крипто, квантовые и все остальное, они магическим просто образом действуют на людей, у которых слабо развитое критическое мышление, которые способны фантазировать вот это магическое мышление и все остальное. Не просто так уже придумали квантовую психологию даже, инфо-цыгане, естественно, и придумали. Как обезопасить себя от всего этого? Способ на самом деле очень простой. Для человека, для вас должен быть прозрачен. Не должно быть никаких мутных историй, что он находится где-то в командировке, а вот сейчас не в городе. То же самое касается и мужчин. Если вы узнаете, вы познакомились, у человека стоит локация в городе вашего проживания, а он находится сейчас где-то в другом городе, это уже первый звоночек, это в 90, ну как минимум 5% случаев уже вы напоролись на мошенник. Но вы можете проверить, зачем мне доверять, да? Проверьте эту информацию, очень легко это сделать. Вы просто предлагаете человеку созвониться по видео. Вот на этом этапе 99,9% мошенников, они отваливаются. Но те, которые рассчитывают играть в долгую, они могут общаться по видео. И соответственно, если он вам рассказывает о том, что он сейчас находится в Сочи. Ну так в конце концов, как я одной клиентке своей, вот когда я это все слышал, я сразу понял, о чем идет речь. Говорю, вот когда вы предложи ему созвониться по видео. Если он на этот звонок пойдет, ну это скорее всего нет. Общаются они, могут общаться голосовыми в лучшем случае. Но если он пошел на этот звонок, попроси его выйти на балкон, показать, какой у него прекрасный вид из окна. Ну похвастаться, скажет, ну похвастайся мне, мне бы хотелось посмотреть, как ты красиво живешь. Но даже до этого этапа не доходит. То есть человек просто сливается и все. Вот очень простой способ проверить. Ну а теперь давайте обсудим известные способы мошенничества, направленные на мужчин. Ну и первый из них, он очень похож на то, каким образом раскручивают на деньги женщин. Когда вы знакомитесь, девушка непременно находится сейчас где-то, как правило, за границей. Даже не в другом городе, а где-то в какой-то столице европейской страны. Это может быть Берлин, это может быть Рим, любой другой город. Она находится в бизнес-командировке сейчас. И она совсем скоро приедет. Как правило, называется сроки примерно месяц. Она вот просто решила, что пора ей уже познакомиться с молодым человеком. Вот идея, понимаете, это пришла как раз таки не здесь, будучи в Екатеринбурге, а когда она находится в командировке где-то за рубежом. Очень логично, не правда ли? И она предлагает лучше узнать друг друга. И потом, когда она вернется, вы непременно встретитесь и построите невероятные просто отношения и крепкую семью. Я люблю тебя! Естественно, за этот месяц задача вас раскрутить по полной программе на деньги. И вот здесь ответвлений их достаточно много. То, с чем мне, например, приходилось сталкиваться, но я же разные в свое время эксперименты проводил, да, то есть мне были интересны вот эти схемы мошеннические. И одна девушка, которая рассказывала, какая она вообще замечательная, как ей понравилось, она сейчас находится в Риме, она общалась даже со мной порой голосовушками. И наше общение, ну, закончилось на том, что она якобы попала в аварию со своей подружкой. И, естественно, она ожидала, что я ей, ее спрошу, слушай, может быть, тебе чем-то помочь? Ну, там, может быть, финансово, либо еще что-то, ну... Пресс-тресс на мудака. Вы общаетесь с парнем, и в момент вашего общения вы ему просто говорите, слушай, у меня такие сейчас проблемы там, мне надо что-то куда-то перевезти, или мне нужна какая-то определенная сумма денег и так далее. Вы пишете это ему, и дальше ждете, что он ответит. Если чувак говорит, слушай, ну, успехов, ты сильная, ты со всем разберешься. Все будет в порядке, все будет хорошо. Это плохой мужик, это мудак, и он не прошел этот тест. А если мужчина говорит, слушай, зайка, давай я тебе помогу, что тебе надо, сколько тебе надо? Все, девочки, это вас, мужчина. Это вас, мужчина. Естественно, на такие глупости я никогда не поведусь. Вот, и... Ну, я просто взял паузу, она впоследствии вышла как ни в чем не бывало, и опять же, все заканчивается всегда на предложении созвониться по видео. На чем я всегда настаивал. Ну, мне интересно было, насколько далеко можно зайти, и что является вот этим вот, знаете, красной линией для мошенников. И почти для всех это как раз таки видео-звонок. Они могут слать в современных реалиях вам даже кружочки в Телеграм. Но кружочки все-таки, да, это как ни крути, а это не прямое соединение, да, где можно, по идее, даже его отследить. Им можно пользоваться через VPN и так далее, и тому подобное. То есть оно не подразумевает вот какое-то продолжительное количество времени быть на прямой связи. Поэтому оно более безопасно для мошенников. Но даже до этого, до кружочков доходит крайне редко. Иногда кружочки бывают просто заманухой для того, чтобы вы могли оформить подписку на какой-то очень такой горячий контент, который можно в гугле, казалось бы, да, найти без проблем, но его предлагают вам за подписку, либо за какие-то переводы на банковскую карту, как вот эта девушка. Она была женщиной-кошкой. Ну, либо как вот следующая мошенница, она таким образом пытается подтвердить, что она реальная, и она отвечает на вопросы именно в кружочках, но никак не хочет переходить на видеозвонки. Пожалуйста, оцениваем. Ну, сегодня купалась, честно, сегодня мытая, страшная. Я, если честно, вообще не любитель разговаривать ни по видеосообщениям, ни по видеозвонкам, ну, так себе не очень нравится. Нужно понимать, что чаще всего эти мошенницы живут вообще не в России. Они могут быть уроженками Украины, любых других государств, либо, ну, сейчас они живут за границей, и таким вот образом у них в обороте может быть несколько мужчин. Ну, известно, что в России в плане инфантильности в отношениях, ну, самые инфантильные мужчины, которые готовы кучу денег переводить, не пойми куда и не пойми за что. То есть тратят деньги на женщин совершенно бездумно. Самое крутое, это то, что мой первый гражданский муж продал свою машину «Мерседес», чтобы я сняла клип «Были танцы», потому что у меня было 100 долларов в кармане. И это понимают как раз-таки мошенницы и пользуются этим. То есть достаточно просто, ну, знать простые манипуляции. У меня на эту тему есть видео, обязательно посмотрите. И все, и мужчина будет тебе засылать невероятные деньги просто так, ничего не получая взамен. Ну, так вот, к сожалению, воспитывали, да, такое инфантильное поколение, бездумно тратящих на женщин деньги. И, естественно, об этом знают, наверное, во всем мире. Поэтому пользуются русскими мужчинами для того, чтобы пользоваться их деньгами. Все очень просто. И здесь могут идти в ход совершенно разные, да, то есть предлоги. «Со мной что-то плохо» или «А ты сделай мне подарочек». То есть, например, мужчина может, скажем так, захотеть подарить ей цветы, либо еще что-то. И дальше уже жертву раскручивают на деньги. Опять же, способ проверить очень простой. Просто предложите созвониться по видео. И не предпринимайте каких-то резких действий, если вы до сих пор еще не убедились и не поверили в то, что это все сказки, вас пытаются развести. Ну, просто договоритесь о том, что когда девушка приедет в Екатеринбург, вы будете рады с ней увидеться. Ну, в Екатеринбург. Я здесь живу. Но в другой город, где вы живете, не важно, откуда вы. Родом. Екатеринбург. Ну, например, вы из Москвы, да? Приедешь в Москву, давай, я буду очень рад с тобой увидеться, информируй меня. А мошенники в этот момент действуют очень... Они как будто бы не слышат вас, да? Они продолжают с вами общаться, как будто бы ничего не происходило. То есть, они пытаются продавливать свою линию. Если вы говорите о том, что вы готовы продолжить общение только после разговора по телефону, скорее всего, вас тоже проигнорируют, начнут переписываться, задавать шаблонные, однотипные вопросы. Если вы общались, не знаю, с тремя-четырьмя мошенниками, увидите сходство даже в переписке. То есть, используются одни и те же схемы, одни и те же способы мошенничества. Поэтому будьте внимательны и не доверяйте вот этим всяким розовым соплям и мечтам. Итак, мы сейчас переходим к тому, к самому старому, древнему способу разведения мамонтов на деньги. Когда я собрался монтировать данное видео, оказалось, что оно получается примерно на 40 минут. И наибольшая продолжительность хронометража это именно четвертая схема мошенничества, самая древняя, которая существует уже больше 10 лет. А история там очень смешная, показательная и крайне увлекательная. И я решил, что я сделаю отдельное видео именно по рассказу молодого человека, который попался на эту удочку. Не пропустите эту историю, я выпущу ее в следующую среду. Обещаю вам это. Ну, а на этом первая часть закончена. Напишите, что вам было интересно, что вам понравилось, что конкретно вы из этого знали, может быть, сталкивались с чем-то, как противостояли, может быть, попадались на эти удочки. Ну и, может быть, о каких-то других схемах мошенничества расскажете мне, актуальных сегодня, которыми я не поделился. Может быть, даже что-то для меня окажется новым. Ну и буду признателен вам за это. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok